значит так прислали мне с телевидения видео на разбор по поводу того что на международном турнире по боксу в грозном чеченский спортсмен это в одном так из постов написано нокаутировал соперника почти не коснувшись такой заголовок бесконтактный проигрыш боксера ричарда ларти чернокожий боксер если кто ее будет смотреть из ганны обдул кариму и deal вот что можно сказать про бесконтактный проигрыш ну давайте я посмотрел это видео несколько раз у меня нету полного видео и честно говоря меня и не просили разбирать его целиком разбираю только лишь эпизод очень короткий но основываясь на этом эпизоде я могу сказать сам следующее если кому интересно почему я берусь об этом судить просто я видел огромное количество нокаутов потому что я работаю врачом союза ммэ россии я обслуживаю различные крупные соревнования российские международные и не только по ммэ по самым разным видам боевых искусств более того я сам занимаюсь более 30 лет с боксом являюсь тренером по ммэ поэтому я видел все эти картины и так или иначе и изнутри и снаружи как самый врач не знаю как это все обычно происходит видел как падают люди от нокаута по разным частям головы это было этом ударом и разными частями тела и руками и ногами и собственно говоря вот видео передо мной что я хочу сказать я не хочу даже разбирать тему договорника я ее значит опускаю оставляю ее на суд тем кто должен этими вопросами заниматься там дисциплинарным какими-то комиссиям кто эти вопросы вообще решает этические я рассматриваю это со стороны врача и со стороны бойца то есть что могло произойти так вот в данной ситуации мы видим довольно не типичные падения после удара пропущен обычно падают не так но всяко бывает бывает самые вычурные ситуации люди падают почти по разному понимаете это непредсказуемо но обычно не так и в этом эпизоде он получает пусть и такой касательный не очень сильный удар по печени получает много ударов по рукам довольно крепких удары имеют тенденцию со накапливаться вот был такой боец с боксер дэвид туго который даже нокаутировал своих противников просто ударами по глухой защите но прошли накапливаются конце концов он просто ее разбивал эту защиту вот особенно это бывает тогда когда боец еще и до боя много получал и предположим не восстановился хорошо от предыдущего нокаута или нокдауна тяжелого вот и значит видим также что с предплечьем сам чеченский боец задевает с боксера в область мозги затылка но после которого того и весьма ощутимо самки тряхнула он запинается его немножко мотает то есть мы видим как раз то чем я говорю с накопилось о том хорошо это или не хорошо то что по затылку предплечьем попал я не рассматриваю потому что во время боя в принципе такие вещи бывают ну они просто получаются вот прошу прощения вот это просто нырнул неудачно сам зацепили ну давайте рассмотрим решающий эпизод решающем эпизоде что я вижу здесь конечно вот мне когда вопросы задавали а а как же он типа не заделали куда он попал если попал в решающий момент мы видим что он попадает сам чеченский боец в области виска а я по предплечью расценивают так как даже в область сосцевидного отростка это за ухом вот здесь вот то есть это ближе к затылку немножко и по положению предплечья ракурс не очень удобный поэтому я могу только предполагать это чисто домыслы но может быть а может не быть это неважно на самом деле но может быть такая тема что он попал открытой перчаткой то есть основанием с руки то есть вот значит основанием сами ладони удары неправильно считается конечно и порицаем и но такое тоже бывает иногда когда боец предположим отклонился немножко или удар пришелся не туда куда хотел и не крюком перчатки зацепила зацепил основанием ладони вот он даже если удар пришелся правильно кулаком но область отростка сосцевидного это удар довольно ощутимо почему потому что там находится вестибулярный аппарат там находится полукружные канальцы которые ответственны за то как мы себя воспринимаем в пространстве то есть не теряем равновесие и так далее то есть за вестибуляцию удар в эту область не вызывает мгновенного действия там в ту же долю секунды он как правило отсроченный на на полсекунды на секунду то есть сначала получил потом человека замотала вот так вот нечто подобное мы можем ощущать когда сильно раскрутимся например потом остановимся и вот нас это повело то есть мы встали нам раз в следующую секунду повело потому что в полукруженных самих канальцев жидкость как бы она продолжает вращаться и наш мозг как бы воспринимает что мы кружиться продолжаем а сами на месте стоим в итоге нас просто мотать начинает здесь такая же ситуация возникает вот ну давайте я как бы дальше пойду и теперь самое интересное в чем я вижу неестественность и падение при нокауте обычно при нокауте вообще по-разному падают падают и вперед лицом и назад на спину и ноги просто подкашиваются человек просто там оседает складываясь прямо на месте вниз но всегда если человек выключился на ногах и падает он падает неестественно то ли откидывается как оглобля прямо ровно либо вперед либо назад либо у там утыкается лицом вперед через сам плечо или прямо носом это если на лину вперед падает либо когда у него складываются ноги вот как вот здесь он падает назад на пятую точку обычно ноги подгибаются под себя под ягодицей и боец впадает несколько вычурной позе у него ноги согнуты под себя либо под ягодицами либо в стороны здесь мы видим такой боец уложился так аккуратненько достаточно в такое киношную картинное положение что в принципе тоже возможно но бывает жизни всякое бывает но прям так так аккуратненько лег одна нога согнута и она без тенденции к тому чтобы завалиться в сторону ну как будто ее держит то есть говорит о том что боец находится в сознании скорее всего то есть не в глубоком нокауте когда прям все вот да вот это меня как раз сейчас опять же веса вот у бойцов рассказывают там больше ста килограмм они сам тяжеленные там удар любой может быть о бесконтактном нокауте речи здесь и не может идти что контакта не было да это по звуку там удар сам слышно и удары очень тяжелый потому что бойцы то весь будет здорово за 100 килограмм а теперь к тому что могло послужить самой причиной до всего этого дела почему боец все-таки вот упал вот так вот улегся да то есть и вот есть причины я вижу две я рассказал что договорняка причину я откидываю вообще оставляю только две причины одна такая чисто со стороны бойца непосредственно то есть это отказ от боя он потерял либо болю к сопротивлению накопил столько ударов что после очередного тяжелого удара он просто не хочет продолжать бой и принимает нас решение упасть и не подниматься с имитировав либо тяжелый нокдаун либо нокаут ну типа не так смейте позорно ну вырубили и вырубили чем там отказался может он ждал что его угол выкинет белые полотенца может еще чего-то но к посчитали что бой надо продолжать и рефери и со секунданты ну а боец уже ощущал что будем продолжать просто не может и дальше будет ущерб с ноги ну для здоровья очень сильный в конце концов он просто решил что называется прилечь но это не слушай стороны характеризует на волевые качества бойца но на хорошее качество характеризует страны с рассудка то есть ты понимаешь что дальше сам здоровье и уже теряешь конкретно то это имеет определенный смысл вот но это я говорю это только допуск может так и не было вот второе что я больше всего допускаю что я хотел бы если так можно выразиться данной ситуации чтобы это имело место быть это такая ситуация что боец получает удар в области аппарата вести булярного либо открытой перчаткой либо закрытой перчаткой это в общем-то неважно вот этот удар игру имеет такое отсрочное короткое действие через полсекунды через сам секунду действует начинает чеченский боец наносит следом за этим ударом удар справа и подожди справа или слева сейчас сейчас на секунду посмотрю а он он лишь справа справа он нас левшая наносит удар справа с второй удар то есть он левом попадает вестибулярный аппарат в область отростка сосцевидного и наносит тут же второй удар справа боковой то есть это сдвоенная такая техника левый правый так вот получив левый может через руку может чисто в область отростка сосцевидного значит те сам тенокожий боец тем не менее в сознании и он ныряет под второй удар то есть делает нырок так называемый то есть нормальную технику чтобы выполнить ее быстро на ногах они только корпусом как раз вот ноги и подгибаются что обоснованно то есть немножко на ногах сам сыгрывается такая ситуация что ноги поджимаются под себя чуть-чуть на пол сантиметра и поэтому тело падает резко вниз под ускорением свободного падения собственного и вот поджав ноги он начинает падать и в эту секунду приходит как раз эффект от удара пропущенного первого и он либо сам теряет свою ориентацию пространстве его и кружить начинает и он значит падает на пятую точку просто потерявшись и потом укладывается на спину либо он даже на короткое время теряется мне сознание и и падает на пятую точку и опять же на спину и в этот момент сознание выключается например вот это вот очень сам не возможный вариант почему вы собственно говоря и нет поэтому судить и сразу говорить там договорняк не договорняк без контакта не бесконтакт нельзя понимаете надо разбираться все на первых надо смотреть на замедленные съемки это раз второй момент надо всегда сам смотреть с разных ракурсов и конечно если уж мы доверяем рефери тем людям которые находятся в углах ринга судим которые находятся возле ринга то имеет смысл значит принимать во внимание их с мнением если не значит подавать апелляцию и смотреть так или не так обвинить в договорнике можно всегда про любом стоять то есть мне по моему еще не было ни одного боя особенно какого-то крупного майвезера не имени пакияу например или там кличко и и фьюри там когда бы не не договори никогда бы не говорили что это был договорняк вот любой бой возьми обязательно комментаторы какие-то напишут что это было договорняк так про все бои мухаммеда там али говорили про многие бои тайсона и все остальное прочее так что знаете если мы готовы смотреть бои готовы принимать то что это соревнование приходится принимать это что наверное надо думать что это не договорные бои а с точки зрения физиологии вот я дал свои значит выкладки с варианты а вы пересмотрите сами и судить сами мне чтобы категорично судить об этом самом деле вопросе нужно гораздо информации больше я должен был быть там возле ринга войти в ринг после того как самый боец упал я бы сразу посмотрел бы если у сотрясение мозга или нет проверил бы сам не стагм глаз дергаются ли они по другим сми признакам бы выявил это если сотрясение мозга или нет было бы понятно есть нокаут или нет нокаут еще какие-то признаки с неврологической симптоматики опять же мне был бы виден нас механизм я посмотрел бы как говорится самки картину прямо в тот момент как это происходит видел бы куда что попало с какой силы это прилетело под каким углом это зашло и тогда судить можно было бы гораздо более точно но в общем то конкретно по этому вопросу все вот так вот всего доброго смотрите и любите бокс хороший вид спорта самом деле мне очень нравится